Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрабер. Сегодня сравнение. Два интересных телефона. Первый вопрос, наверное, который у вас возникает. Что за Tecno? Какой-то Common 11s? Мы, друзья, все разберем сегодня по полочкам. Итак, Redmi 7 против Tecno Common S. Оба этих телефона китайские и китайские производители, которые пытаются выбраться на первые строчки производителей. У компании Xiaomi и у Redmi это очень хорошо получается. Техно Common S. Они начинают только. Их поход начался со стороны Африки, Азии. И вот они дошли уже до России. Давайте же сравним два этих аппарата. Первый момент, по которому мы будем сравнивать, это время работы этих телефонов. Я поставил таймер на час. Мы будем крутить тесты в Antutu. Мы будем смотреть видео и яркость у нас выкручена на 100%. Второй момент это комплектация. В Redmi 7 в комплектацию входит сам телефон, зарядка, также кабель, мануальчик, скрепка и чехол. То есть 6 позиций. Неплохо. У Tecno Common S также телефон, зарядка, кабель, мануал, скрепка, чехол, наушники и пленочка. Друзья, то есть здесь еще два. Наушники плюс пленочка. Кажется мелочь, но все-таки очень даже приятно. Ну и чехол я хотел сказать, что гораздо лучше на Common S. Он более качественный, там более плотные и хорошие заглушки. Также там есть заглушка на миниджек. А в Redmi заглушки на миниджек, к сожалению, нет. То есть потихонечку она будет засоряться. Поэтому здесь плюс достается Tecno Common S. Следующее, друзья, железо. То есть центральный камень. В Redmi 7 632 Snapdragon, построенный по 14-нанометровому техпроцессу. Отличнейший процессор. Версия 3.32. Техно Common S. Helio A22. Построенный по 12-нанометровому техпроцессу. Версия на 3.32. В Redmi 7 лучший процессор. И в Antutu он убивает приблизительно 103 тысячи баллов. Common 11S убивает в Antutu 63 тысячи баллов. То есть гораздо меньше. Helio A22 хороший процессор. Проверенный процессор. Хорошо работает. Справляется со всеми минимальными задачами. Но все-таки Snapdragon 632 будет гораздо-гораздо круче. Поэтому здесь плюс достается Redmi 7. Четвертый показатель это экран. В первом случае у нас 6.26 дюйма. Это HD плюс экран. Это IPS матрица. HD плюс разрешение. Во втором случае экран 6.2 дюйма. Это тоже IPS экран. В HD плюс разрешение. Оба эти экрана показывают видео в 720p. То есть если вы смотрите YouTube, то не выше этого показателя. Оба эти экрана мне понравились. Очень хорошие цветопередачи. По сути они почти что одинаковые. На свету, в темноте, углы обзора, яркость, контрастность. У этих телефонов абсолютно одинаковые. Поэтому экран и в том и в другом случае неплохой за свои деньги. То есть это бюджетный вариант хорошего, в принципе неплохого экрана. Оба эти экрана заслужили по плюсу. Пятый момент, друзья, это звук. Звук действительно очень важный момент. Потому что мы слушаем музыку, мы смотрим видео. И нам хочется, чтобы звук был по качеству не объемнее. И может быть, чтобы там даже были басы. Но по звуку, друзья, поверьте, мое восприятие говорит, что Redmi 7 гораздо лучше. Звучит более объемно, более жирный, качественный звук. У Technica MNS все-таки звук такой более средний, более такой дешевый, экономичный звук. И давайте послушаем короткий эпизод на два этих телефонов. Шестой момент, друзья, это сканер отпечатков пальцев. Насколько он хорошо срабатывает, насколько он быстро срабатывает, нет ли каких-то ложных срабатываний. И в том и в другом случае срабатывает сканер отпечатков неплохо. Здесь тоже у меня небольшое удивление. Я думал, что в Common S все-таки поставят более какой-то дешевый сканер отпечатков пальцев. Но нет, друзья, да, здесь тоже все отлично. Поэтому плюс достается и тому, и другому телефону. Также пишите, как вам идея разыграть этот телефон Techno Common 11S. Если вам интересен розыгрыш этого телефона, то обязательно пишите об этом в комментариях. Также поддерживайте эту идею лайком. Друзья, также не забывайте подписываться на Telegram-канал. Там будут ссылки на оба эти телефона, где вы их можете приобрести у официальных дилеров и также на Алиэкспрессе. Седьмой момент, это дизайн. Дизайн очень не такая индивидуальная штука, но все-таки я выскажу свое мнение, друзья. Redmi 7 привычный для нас, такой стандартный дизайн. Задняя крышка пластиковая. Ну, смотрится себе неплохо, окей. Techno Common 11S это все-таки абсолютно другой телефон по дизайну. Хотя он приблизительно в этой же категории ценовой, друзья. Но выглядит, поверьте, он гораздо-гораздо лучше. Он смотрится очень шикарно. Я думал, что сзади стекло, но мне показалось либо это стекло, либо пластик. Но смотрится прям как стекло. Очень похоже на Mi 9, Mi 9 SE. Вот задняя крышка, что-то вот в этом районе. И обратите внимание на капельку, да. Капелька сверху у Common S все-таки гораздо красивее. Такая более изящная, красивая, более премиальная. У Redmi 7 более топорная, более порубленная. Ну, такие дела. В общем, в плане дизайна, друзья, здесь достается плюс Common S. Следующий момент это модули связи. И в первом и втором случае 4G LTE работает отлично. Ловит, может смотреть видео онлайн без каких-либо проблем. Wi-Fi в Redmi 7 на 2,4 Гц. В Common тоже на 2,4 Гц. К сожалению, 5 Гц нет ни в том, ни в другом случае. И, друзья, NFC. В Redmi 7 мы понимаем, что NFC нет. И в Common S тоже NFC нет. Создатели Common 11S, обратите внимание. Установите на все свой телефон. И цены вашему телефону не будет. Его будут разбирать как горячие пирожки. Потому что здесь было бы его просто нереальное преимущество. Девятый момент. Это порты. В первом случае microUSB. Зарядка на 5 Вольт 2 Ампер идет в комплекте. Миниджек присутствует. И тройной суперслот здесь тоже присутствует. Во втором случае у нас тоже идет microUSB. Зарядка 5 Вольт 2 Ампера. Миниджек присутствует. И точно такой же тройной суперкомбо слот, друзья. И это отлично. То есть сюда можно установить две наносимки плюс microSD. Здесь каждому телефону достается по плюсу. Это фото возможности. Один из самых таких ключевых моментов для телефона. И давайте сейчас посмотрим примеры фото на основную камеру. Обратим внимание на две фотографии. Redmi слева, а common справа. Тестер для линз мы сфотографировали. В начале в принципе все нормально. Хорошая такая ситуация. И давайте увеличим. Увеличим наши фотографии. И посмотрим одно и то же место на двух этих фотках. По детализации по сути все то же самое. По сути это две одинаковые камеры. Можно так сказать. Детализация на четвертом ряду по сути уже пропадает. Начинает замыливаться. Третий ряд еще виден неплохо. Как и в одном, так и в другом случае. Ну и первый ряд более-менее как бы четки получается. То есть по детализации пока здесь все окей. Давайте пойдем к краю линзы и проверим как там дела. Потому что обычно край линзы показывает саму линзу. Насколько она хорошая. И посмотрите здесь в принципе ситуация та же самая. Что в common, что в Redmi уровень детализации остается на прежнем уровне. Следующие фотографии на цветопередачу. Это два абсолютно одинаковых телефона. Вот обратите внимание на все цвета. Все цвета как бы естественно хорошо передаются. Зеленый цвет, здесь зеленый цвет. Да, в принципе они очень даже похожи по цветопередаче. Следующая фотография сделана на улице. Redmi слева, common справа. Да, Redmi здесь завалился и по фокусу. И в принципе картиночка очень даже размытая. Но отмечу, что был ветер на улице. Как в одном, так и в другом случае. Но вот хотя динамический диапазон, да, лучше на Redmi. Да, потому что смотрите здесь видны облака. Здесь в этом случае облаков не видно. Но так или иначе, в каждой фотографии есть свои плюсы и минусы, да. А следующая фотография в абсолютной темноте. В обоих случаях светосила очень плохая. Поэтому и ни в одном, и ни в другом случае не видно вообще по сути ничего. Результат следующий, друзья. И одному, и второму телефону достается плюс. Потому что фотокамера справляется очень даже неплохо. Для меня, друзья, это честно говоря удивление. Я думал Redmi 7 будет снимать гораздо лучше. 11-е, это видео возможности каждого телефона. Пишем сейчас на Redmi 7, Full HD качество. Звук тоже пишем непосредственно на сам телефон. Мне показалось, что звук пишется лучше именно на Redmi. Но по стабилизации, сейчас я потрясу, да. И тот, и другой телефон, они по сути одинаковые, да. Итак, пишем видео на Common 11s. Звук мы пишем непосредственно на сам телефон. Видео Full HD качестве. Обратите внимание на стабилизацию. Сейчас я ее потрясу, да. Стабилизации, в принципе, здесь нет. Как и в Redmi, к сожалению. Я думал, что в Redmi она будет. Но и там, и там нет стабилизации. Да, здесь, друзья, тоже чудо не произошло. Я думал, в Redmi все-таки сделать стабилизацию очень хорошую. Потому что в Redmi Note 7 стабилизация отличная. Те же самые алгоритмы можно было накатить и сюда. Но, к сожалению, этого не произошло. Видео и в одном, и в другом случае. Так себе не очень хорошего качества. 12-й момент, это фронтальная камера. Давайте посмотрим примеры фото и видео на фронтальную камеру. Здесь, обратите внимание, слева Redmi, справа Common. А, к моему удивлению, друзья, Common на фронтальную камеру снимает лучше. Вот, обратите внимание, здесь на волоски детализация. Здесь уже детализация хуже. В этом месте, в принципе, пока что еще непонятно до конца. Но вот здесь уже, друзья, все видно очень хорошо. Давайте на Redmi увеличим. Вот, если мы сравниваем непосредственно две эти фотки, то Redmi здесь мылит детализация. То есть, как будто я здесь немножко побрился, да. А вот здесь на этой фотографии видно все-все абсолютные детальки. И по возможностям фронтальной камеры, друзья, плюс достается Tecno Common 11S. 13-й момент, это эргономика. Насколько удобно и хорошо лежит телефон в руке. В общем, пользуясь двумя этими телефонами, я, друзья, пришел к выводу, что по эргономике они одинаковые. Можно сказать, это бюджетные, среднебюджетные телефоны. По эргономике они очень даже неплохие. То есть, руку не режет, не жмет, не сильно они большие, не сильно маленькие. В общем, по эргономике достается плюс одному и второму телефону. И последний момент, друзья, 14-й. Это цена. Обратите внимание, написано красным цветом. Почему? Потому что это один из самых главных факторов, по которому мы выбираем телефон. Итак, версия 3.32 Redmi 7 у официального дилера стоит 11 990 рублей. То есть, около 12 000 рублей. Или же в долларах это около 190 долларов. Tecno Common 11S у официального дилера 9 990 рублей. В районе 155 долларов. Дешевле. И здесь достается очередной плюс. Tecno Common 11S. Ну и последний момент, друзья. У нас подошло время. В итоге вышло у нас час 20 минут. Проверим, насколько села батарея в одном и в другом случае. Заряжены они были на 100%. Яркость выкручена была на полностью. В Redmi 7 батарея на 4000 мАч. И он сел 85%. То есть, минус 15%. Common 11S. Батарея там на 3500 мАч. И он тоже сел на 85%. То есть, минус 15%. Хотя, когда я начал дальше уже писать, Redmi 7 сел на 84%. То есть, еще 1% скинул. Common S остался на этом же уровне. Но, все-таки, здесь плюс одному и второму достается. И сейчас, друзья, давайте мы почитаем плюсы каждого телефона. Redmi 7 мы считаем. И здесь 8 плюсов. Tecno Common 11S мы считаем. И здесь 10 плюсов, друзья. Друзья, если честно, я удивлен результатом. Потому что, когда китайцы заслали мне эти телефоны, сказали, ну типа сравни. Я подумал, это же просто самоубийство. Я понимаю, что Redmi должен его порвать как тузик тряпку вообще в одну калиточку. Вообще без каких-либо проблем. Но, по факту, друзья, мы обнаружим совсем другой результат. Если проанализировать в целом ситуацию, то Redmi выиграл только по железу. Если вам нужен более производительный телефон, то есть, вы намерены поиграть в игры и все такое, то это Redmi 7. Пишите, друзья, что вы думаете по этому поводу в комментариях, по поводу этого сравнения. Пишите любой комментарий. Делайте репост этого видео. Все это поддержит этот канал. Большое вам за это спасибо. Большой респектус.